Когда нас учат жить, нас попросту растаскивают по кусочку. Едят живьем, понимаешь? И негде будет поставить точку. А у нас таких не останется совсем ничего. Даже пару слов о эпитафии. То есть, нет, эпитафия будет, но чужими словами. Твоя лишь только фотография на камне в могильном душе. Предпочтете крест или, может быть, памятник? Ну, просто запомни, тот, кто слушает всех, не способен оставить память о себе. Это страшно. Они ведь все улыбаются и хотят как лучше, но только ни они, ни ты не замечаете, что этой заботой медленно уничтожают. Душат. Что с каждым приторным словом, этим паскудным «я знаю, как надо, делай!» Они не оставляют тебе шанса на то, чтобы остаться живой душою. А не просто телом, сосудом, наполненным до краев чужими словами, мудростью, опытом, мыслями. Ведь это хуже любой настоящей смерти. Когда ты понимаешь, что быть собой уже немыслимо. Ты улыбаешься, ты берешь для них ипотеку, рожаешь бабушке, учишься не для себя, а для кого-то важного. Но при этом в самом тебе ценности остаются не больше, чем в пакете старом бумажном, который, использовав, выбросят те, кто были в первых рядах самых громких твоих советчиков. Этот суд над самим собой и в конце не останется, кроме тебя, никаких ответчиков. За себя уходить на войну, самому себе быть опорой, защитой и вскрыть себя голыми руками, чистыми. И вышвырнуть, наконец, то, что было годами внутри зашито. Зашито теми, чужими, да сушими. Знающими, как тебе лучше, как тебе надо, вечными. Смыть с себя грязь чужих пониманий и попыток поупражняться на тебе, быть человечными, чтобы понять, что отныне, хоть пусто в душе совершенно, как будто вакуум, но заплакать, наконец, своими слезами. Как никогда до того не плакал ты. Пустота не пугает. Пустота – это самый прекрасный старт, чтобы заполнить себя, наконец, любовью. Стать не чем-то советом, вымыслом, отражением, а, как бы ни было странно, самим собою. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.